Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы с вами будем обозревать СТРВ-74А2, одна из самых непопулярных машин средних танков на 6 уровне. Ну а перед тем, как с вами начнем, хочу кое-что вам рассказать. Недавно я был на одном видосе, так там обозревали апельсины и свинья написала по поводу того, что вообще не понимает, зачем снимать эти обзоры, поскольку мы все есть апельсины не будем, вообще насколько мы от них далеки. Так вот, ребят, если вдруг вы по какой-то причине не можете приобрести себе наборчик с СТРВ в стиме, это не значит, что в обзорах под ними необходимо писать по поводу того, что видео дерьмо, обзорчик чмо и так далее. Ребят, имейте уважение ко всем, не только вы играете в танки и не только вы имеете, либо не имеете возможность что-то приобрести. Поэтому, если вы хотите насвинячить, пожалуйста, проходите мимо, свинячьте где-нибудь в другом месте. А если вы за честные обзоры, если вы за своевременные новости, ребят, обязательно подписывайтесь на мой канал, подпишитесь на месяц, и я уверен, что вы через месяц не захотите отписываться от данного канала, потому что он имеет огромный потенциал, по моему скромному субъективному мнению, а красота и скромность мои главные недостатки. Итак, ребят, СТРВ 74А2, что за машина такая? Давайте для начала сразу обсудим вопросы, которые беспокоят всех. Это броня и сравнение с другими машинами. Итак, броня. Я бы не сказал, что об этом слове необходимо забыть, но все-таки для шестого левела брони здесь нет, от башни отыгрывать просто невозможно. В башне у нас 40 мм без приведенки, здесь где-то что-то как-то встречается бронированное, 76 максимум. Но, ребят, все равно это все не спасает вас. Что касается бортов, здесь в принципе все то же самое. Что касается кормы, так, ну, я бы сказал, что затылок башни и вот этот вот нижний задний бронелист, если его можно, в принципе, так назвать, он является не то чтобы ахиллесовой пятой. Это просто вот магнит для фугасов, особенно вот здесь, видите, 12 мм, это вообще ни о чем. Короче говоря, КВ-2, он передает вам такой, знаете, огромный-огромный пламенный привет. Что касается, ребят, сравнения с другими танками. Смотрите, танков очень много на уровне средних и, честно говоря, очень тяжело сравнивать прям со всеми. С кем действительно можно его сравнить, так это Шкода Т-25, либо Спарк. Ну, Спарк и Шкода Т-25, знаете, это, в принципе, те же яйца, только в профиль. Но, в целом, ребят, это единственные две машины, которые на шестом уровне среди средних танков имеют возможность быть сравнимыми с СТРВшкой. По одной простой причине, потому что СТРВ, в отличие от всех остальных машин, он имеет барабан, ребят, барабан цикличный на три снарядика. И по сравнению со Шкодой Т-25 и со Спарком, у него, ну, выше существенных ДПМ. Правда, по сравнению со Спарком на сотню, но по сравнению со Шкодой Т-25 на 200 единиц заявленный ДПМ круче. Та же самая Альфа, выстрелов в минуту у него, грубо говоря, 12. И, что касается перезарядки, то бодрее перезаряжается, на целых 2 секунды быстрее перезаряжается магазин, чем у Спарка, либо у Шкоды Т-25. Насколько это годно или не годно, это мы будем с вами заценивать непосредственно в бою. В чем действительно СТРВ хуже, чем заявленные ранее машины, так это в его подвижности, потому что 45 против 60, как бы, согласитесь, небо и земля, и в боях это действительно очень сильно чувствуется. Что касается доходности. Не по всем машинам отображена в таблице доходность, но давайте говорить так. 145 против 105 и плюс-минус того же у Спарка. 150 у БК, но все-таки, ребят, 5 единиц не так уж и много. Кто действительно на шестом левеле отличается хорошим, ребят, коэффициентом фарма, так это две машины. Это Шерман Лозы и Т-34-85 победный. Тут действительно 182 и 175, ну уж прям ни в какое сравнение не идет. С СТРВшечкой, ну и это далеко не единственная причина, по которой популярностью машина не пользуется. При этом в всем, ребят, процент побед у машины, несмотря на то, что малое количество игроков катается на данном аппарате, составляет практически 53,5%. А это плюс-минус, да, что-то обозначает. Пускай тут не все прям правда, но на что-то обратить внимание, безусловно, можно. Что касается того, что мы можем обсудить с вами непосредственно стоя в ангаре. Значит, смотрите, что касается орудия. Вроде бы, типа, все классно, все хорошо, единственное, есть нюансы. Время сведения классное, нормальное, все окей. Разброс заявленный тоже очень хороший, в бою тоже довольно-таки нормально играется. Здесь есть перезарядка снарядов в магазине в полторы секунды. И, честно говоря, на СТРВшке эти полторы секунды как-то ощущаются все-таки вяленькими. Я бы сказал, что ему подстать было бы секунда перезарядки, вот тогда он игрался бы совсем бодрее и веселее. Три снаряда в магазине, как я говорил, с пробитием в 135. Если вас не устраивает ваше пробитие, вы можете его изменить. Вы потратите четверть секунды дополнительно, но получите на 7 единиц больше пробития. Я, честно говоря, именно так и оставлю. По одной простой причине, потому что мне на СТРВшке играть с ниже пробитием, ну, немножечко дискомфортно. Что касается того, к чему это приводит, да ни к чему особо не приводит. Время перезарядки все равно плюс-минус то же самое у вас получается, но выше становится пробитие. Средний урон 160 единиц. Для 6 уровня это действительно прикольно. Почему? Потому что средние танки 6 уровня плюс-минус таки имеют по 160 единиц, только там цикличные пушки и дольше перезарядка. Здесь же вы можете по 160 3 раза отбросить, то есть, по сути, за 3 секунды вы забрасываете 3 раза по 160. Это действительно существенно. Но, ребят, после этого с вашей вялой подвижностью, это мы с вами заценим непосредственно в бою, вы должны пережить целых 12 секунд времени перезарядки. Долго ли это? Да, ребят, для СТРВшки это действительно долго. Для тех, ребят, кто не в курсе, почему обозреваем сейчас СТРВшку, ответ просто. Дело в том, что сейчас в Steam, это платформа игровая по типу Wargaming Game Center или каких-то других игровых платформ, проходит акция. Вы можете приобрести себе СТРВ74А2 за всего лишь 4 доллара. Ну, когда? Всего лишь или не всего лишь? Это мы уже в конце подсуммируем. Ребят, если вы не видели видео по поводу того, какие акции сейчас в Steam и какие наборы там продаются, а там есть годные классные наборы, и можно забрать халяву. Это не реклама Steam, а это просто мой вам совет. Хотите халяву забрать, имеете возможность загрузить себе, установить Steam или вы играете через Steam, заходите в дополнительный контент и, соответственно, там себе забирайте халяву и покупайте крайне-крайне выгодным ценам. Ну, по крайне-крайне выгодным ценам, простите. Довольно-таки интересные наборы. Что касается набора СТРВ74А2, то данный наборчик, как я уже сказал, стоит 4 доллара. И в эти 4 доллара вам положат 10 сертификатов на камуфляж графит, которые довольно-таки симпатичные и красивые. Выйдем из боя, обязательно покажу, как он выглядит, потому что мой СТРВшник одет немножко в другой камуфляж. Вы получаете 30 дней прем-аккаунта, вы получаете миллион серебром и вы получаете по 100 редких бустеров, не эпических, как это было в наборе с FCM 50T, а редких бустеров. Но все равно, какая-никакая, все-таки прибавка. Плюс к тому, ребят, кто любит всякого рода там анимашки и так далее, есть анимированный аватар Шлемофон. Заходите, берите, смотрите. Довольно-то прикольная штучка. Или он не анимированный? Ну, ребят, тут врать не буду. По-моему, анимированный. Вы уж простите, если сейчас ввел в заблуждение. Честно говоря, не помню. Я аватары не сильно люблю и полученные мной аватары я, как правило, спускаю на осколки. Ну, а потом уже за счет этих осколков покупаю то, что мне хочется, то, что мне интересно. Действительно, из преображалок. Ну что, давайте будем заценивать СТРВ, как он едет. Ну вот, смотрите, подвижность у СТРВ действительно, ну, крайне-крайне унылая. Машины лучше передвигаются другие, чем вы. И здесь действительно спорить особо не с чем. И в этом одна из проблем СТРВ и, скорее всего, одна из причин, по которой машина не популярна среди игроков. Потому что, как правило, те машины, которые обладают барабанами, если они обладают хорошей подвижностью, то тогда вы отрабатываете свой барабан и быстренько-быстренько сваливаете куда-нибудь на время перезарядки. Но если вы обладаете крайне скудной, ребят, подвижностью, то, соответственно, вы не можете себе этого позволить. Ну и вот начинается попандос сразу, как только вам необходимо свилять куда-нибудь. Так, да, простите, ребят, здесь я не увидел, что вы подъезжаете нам помочь. Что касается времени перезарядки. Время перезарядки вроде бы должно было быть комфортное, но все-таки, ребят, не настолько классное, как хотелось бы. Орудие особой точностью тоже не обладает. И, честно говоря, на других машинах, которые имеют барабанные системы зарядки, да, то есть, ну, барабанные стволы, и при этом имеют плюс-минус такое же время по перезарядке, как у СТРВ, они все равно отыгрываются как-то интереснее, веселее и бодрее как-то. То есть, ну, ты действительно порой не чувствуешь этого времени перезарядки. А вот с учетом того, что СТРВшник абсолютно неподвижный, соответственно, вы ощущаете дискомфорт от того, сколько времени вам приходится ждать, пока он перезарядится. Так, ну что, попробуем отработать. То есть, ехать куда-то, с учетом крайней картонности данной машины, нет абсолютно никакого желания. Поноситься по карте у тебя не получается, убежать у тебя тоже не получится. Соответственно, единственное, что ты можешь себе позволить, это вот так вот, недалеко отъезжая где-нибудь от Респа, отрабатывать барабаном, надеясь на то, что точность орудия не будет тебя подводить. Ну, и тогда, может быть, ты что-то там сможешь в бою действительно сделать годное. Что касается рикошета, который сейчас был, это рандомный рикошет, поскольку брони в машине, как я уже говорил, нет. И, в принципе, в него ребята стреляют, особо даже не сводясь. Вот то, как я сейчас в СТРВшника во второго отбрасывал, вот то же самое, в принципе, происходит и с вами, играя вы на этой машине. Так, давай, вылазь, попробуем, нет, нет, к сожалению, не получается. Ладно. Понимаю, что сейчас, скорее всего, сольюсь, но очень сильно хочется накинуть еще хотя бы одну-две тычки. Так, получится или нет? Получилось. На фарт, честно говоря, вот, если бы не фартануло, то результата бы абсолютно никакого не было. Прям вот такой вот точностью орудие уж точно не обладает. Так, смотрим по результатам боя. Смотрим с вами, как выглядит камуфляжик графит и как машина в нем выглядит. Ну и, соответственно, наверное, будем подбивать итоги. Так, ну, быстрее, быстрее, быстрее. Очень хочется посмотреть, что у нас получилось. 1157, будем говорить 1150, да, там, для ровного счета. Два сделанных фрага, один просто, ну, на удачу, что называется, просто фартануло. Что касается результатов фарма, ребята, то с учетом активированного прем-аккаунта, с учетом того, что я потратился на снаряжение и на амуницию, у меня получилось чистоганом 30 тысяч. Это, в принципе, практически ни о чем. То есть машина далеко не фармит. Хотя, ребят, в принципе, как для СТРВ, я дал довольно неплохой результат и занял в команде второе место по урону. При этом сделал два фрага, существенно приблизив победу нашей команды. Короче говоря, ребят, наверное, вот по всем вот этим вот причинам СТРВ и не является популярной машиной. Покупать ли его за 4 доллара, вы знаете, я бы, наверное, рекомендовал не приобретать. Чем приобретать? Сейчас объясню почему. Потому что если вы имеете возможность задонатить эти 4 доллара в Steam для того, чтобы приобрести этот набор, а именно столько он стоит в моем конкретно Стиме, ребят, давайте будем еще учитывать факт того, что у каждого свой курс, по которому происходит покупка в Steam в зависимости от страны, где вы находитесь. Для меня этот набор в переводе по курсу составляет 4 доллара ценник. Поэтому, ребят, за 4 доллара, ну не рекомендую, потому что если вы имеете возможность задонатить, как я уже говорил, лучше задонатьте 5 долларов в игру, приобретите себе пропуск на очередной батл пасс, получите себе 2 косаря голды только из сейфов, плюс всю голду, которая здесь, плюс вы получаете себе какую-никакую, а машину 6-го левела, там ту же самую, допустим, ветер или там кто там следующий у нас будет, вы получаете себе, если вдруг у вас нет машины 4-го левела коллекционку, а если она у вас есть, то получаете компенсацию за данную машину, а там тоже в голде, по-моему, 500 компенсаций идет, плюс вы получаете себе свободный опыт и кучу-кучу-кучу всего хорошего. Но если же все-таки вы коллекционер, допустим, и хотите приобрести себе данную машинку, то не пропустите, потому что акция в Steam заканчивается 23-го числа, последний день, когда вы можете приобрести себе, в частности, СТРВ-74А2, по, в принципе, приемлемой для него цене, как для коллекционной машины, с учетом дополнительных пушек, которые к нему идут. А на данный момент у меня все, подписывайтесь на канал, возвращайтесь на мои видео, и обязательно, обязательно нажимайте на колокольчик, для того, чтобы не пропустить новые. Я жду вас всех на своем контенте, всех благ, всего хорошего, мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока!